Благодать вам и мир, братья и сестры. Примите приветствие из Киева, из Украины. Церковь, в которой я совершаю пресвитерское служение, небольшая и относительно молодая. После 13 лет жизни на Дальнем Востоке мы возвратились с женой в Киев, откуда я ее брал. И пришли в ту церковь, откуда я забирал свою невесту, большую церковь, там порядка 300 членов. 8 лет там пробыли членами церкви, потом нас попросили, предложили нашей семье перейти в маленькую церковь, которая только образовалась. И пришлось мне вернуться в детство. Собрание проходило в доме. Вот в декабре будет 9 лет, как мы перешли в эту церковь. Собрание проходило в домике у бабушки, одинокой. Она старенькая и уже забывала часто. И вот бывало, мы приходили на собрание, она уходила куда-то к соседке, каша убегала куда-то, которую она там себе варила. И она забывала, что собрание что-то должно быть, и что кашу надо выключить. И все забывала, и вот мы приходили там, кого-то худенького в окно отправляли, открывал нам дверь, открывали, выветривали, выключали. И было трудновато. Мне как отцу семья большая, я переживал, куда я ушел, и как бы мне не потерять своих детей. Нам Бог благословил нас, нам Бог подарил три сына и восемь дочерей. И мне было страшновато, как в этой маленькой группке, где в основном пожилые люди и три человека молодежи. Мы вышли с большой церкви, где хор, оркестр, детские занятия, и пришли в эту хатку, в этот домик, где даже окна открыть нельзя. Кому-то дует, кому-то сквозит, кому-то жарко, кому-то холодно. И как же здесь, и я молился и переживал, и мне Бог твердил одно место. Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь. Намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. Я говорил, Господи, где будущность и где надежда? Было сложно, конечно, друзья, но есть великий Бог, есть великий Бог. И для Бога нет, ничего невозможного. И часто, друзья, вот это время, вот Христос сказал, должно молиться и не унывать. Хотя и медлит, Бог ли не защитит избранных своих вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит. И вот это медлит, да, сказываю вам, что подаст им защиту вскоре. В одном из переводов, вовремя. А когда, мы не знаем когда. Когда, как это будет, как это будет выглядеть, как это будет происходить. Мы часто не знаем, мы часто не понимаем. Нам это сложно понять, но у Бога свои пути, у Бога свои планы. Я сегодня, что-то ночью, еще перемена времени у меня. Я рассуждал, так, лежа, полудремая, я что-то вспомнился, мне Самуил, мама его, Анна. И я думал, надо же, какая смелая женщина. Привела, спасибо, привела сыночка, привела его. Я бы не отвел туда Самуила. Вы бы отвели Самуила туда, друзья? Сына своего, вы бы отвели туда? В Скинию, где Офни и Финиес. Вы знаете, что они там творили? И она отвела и говорит, я Богу отвела. И вот, друзья, когда мы что-то делаем для Бога, Бог никогда нас не обманет. Бог никогда нас не посрамит. Пять лет мы там прособирались, в этом домике. Потом нас племянники попросили уйти, за бабушкой уход нужен. Идти было некуда, и пошли в нашу квартиру, к нам в квартиру. Это Киев, друзья. Люди сейчас такие, все хотят тишины, покоя, мира. Если человек зашел в маршрутку, знаете, что такое маршрутка? Такой большой автобусик, большой и небольшой, который возит людей за определенную плату. И вот если человек зашел в маршрутку, заплатил две ривны, то он думает, что он купил маршрутку водителя и тишину, покой и комфорт. И вот мы полгода прособирались у нас в квартире, потом нам постучали в дверь соседи и сказали, больше у вас служения здесь не будет. Мы против. И что делать? И нам пришлось браться за стройку молитвенного дома. Верою в будущее мы стали строить большой дом. Немалый дом. Ну, конечно, не такой красавец, как у вас. Поскромней. Но большой дом мы стали строить. Мало нас было. 28 человек. В 2014 году мы взялись за стройку. И тогда мне пришлось принять служение пресвитерское в церкви. На сегодняшний день у нас 67 членов церкви. Мы уже в подвальном помещении этого домика собираемся. Потихонечку, копеечка до копеечки, шаг за шагом, мы осваиваем подвальное помещение. Вверх, пока мы за верх молчим и не трогаем. Даст Бог милости. Подрастем, увеличимся, умножимся, будем верхом заниматься. Пока, дай Боже, нам низ. Вот подвальное помещение. Сейчас котельню устроим, чтобы дровишками топить было более-менее тепло. Но на сегодняшний день у нас 14 молодых семей. До 40 человек молодежи. И вы знаете, друзья, когда молодежь подает участие в начале богослужения утреннего, я часто без слез не могу смотреть на эту записку. Участие. Пишут стих, пение, стих, пение. Целая программа. Я думаю, Господи, какой же ты великий. Когда-то только моя семья участвовала. Мы муштровали только наших детей, детки, после первой, после второй. Участие, участие. И я так смотрю, думаю, откуда они взялись. Это молодежь, эти семьи, церковь растет. В прошлом году было крещение. Друзья, шесть братьев крестили и одну девочку, одну сестричку. Из этих семи крещаемых трое из моей семьи. И мне было так радостно, друзья. В этом году. И так потихонечку, потихонечку. Сегодня на сегодня семь детей у меня члены церкви. Что может быть лучше, друзья? Какая награда может быть больше? Когда мы этой бабушке собирались, у меня была такая одна молитва. Я не знаю, откуда она мне взялась. Одна молитва. Господи, выведи на пространное место. Вы знаете, друзья, сегодня такое место пространное у нас. Я думаю, как бы охватить это пространное место и плитку положить, и линолеум, и то, и то. Как бы управиться с этим пространным местом, как бы аппаратуру приобрести и так далее. Ну, своих хлопот хватает. Перед моим уездом в воскресенье молодежь сделала программу для родителей. Вы знаете, друзья, я сидел, слушал платочек, благо взял платочек носовой. Плакал, умилялся. Сколько участия для отцов, для матерей. Ну, шикарную программу подготовили. В конце программы каждой маме подарили большую розу. Это они не из церковной кассы взяли деньги. Нет, нет. Они сами собрали. А работать надо сложно в Украине. Много. И работа малооплачиваемая. Очень малооплачиваемая. И вот они собрали. А каждому отцу подарили по баночке железной чая. Сделали хороший, красивый подарок. Два с половиной часа и шел служение. И я сидел и думал, какая у нас хорошая молодежь. Какая милость Божья. Какое чудо Божье. Вот, друзья, так кратенько пару слов хотел немножечко сказать. Кстати, ну, в церкви приходится совершать пресвитерское служение. А в объединении нашем киевском благовестие. Совершать благовестие. Вот, прям перед уездом сюда мы с хором мужским, 30 человек, мы объездили Черниговскую область, Черкасскую область и Киевскую область. Ну, как могли, не все, конечно, места, но кое-что охватили. В клубы, открыты клубы, дома культуры, открыты некоторые учебные заведения, пускают. Мы в наш арке, наш хор, знаете, так немножко скомпоновали. Четыре гитарки, два тромбончика, скрипочки. Ну, чтобы было и интересно, и хорошо. И очень, очень благословенно мы поездили. И у меня еще в голове пение. Ну, каждый день по два, по три служения. Пение, которое братья поют. И братья меня так попросили. Ну, хор так сказал. Два человека, которые могут испортить служение. Это оператор-настройщик аппаратуры и служитель, который проповедует. Пожалуйста, Денислава, не испортите ни одно служение. И моя задача была не испортить служение. А сказать кратко, четко и конкретно. Ну, что постараюсь и в вашей церкви, братья и сестры. Текст Священного Писания, который хочу предложить для нашего рассуждения, записан в Евангелии от Марка. В четвертой главе. Давайте мы вместе с учениками отправимся в путешествие с Иисусом Христом. Нам Бог подарил такое прекрасное качество, как воображение. И мы можем представление представить себя вместе в этой лодочке с учениками и со Христом. Вечером того дня с 35 стиха сказал им, «Переправимся на ту сторону». И они, отпустивши народ, взяли его с собою, как он был в лодке. С ним были и другие лодки. И поднялась великая буря. Волны били в лодку, так что она уже наполнялась водою. А он спал на корме, на возглавии. Его будят и говорят ему, «Учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?» И встав, он запретил ветру и сказал морю, «Умолкни, перестань». И ветер утих. И сделалась великая тишина. И сказал им, «Что вы так боязливы? Как у вас нет веры?» И убоялись страхом великим. И говорили между собою, «Кто же сей, что и ветер, и море повинуются ему?» Друзья, два словосочетания. Великая буря и великая тишина. А между этим что? О, между этим много волнений и переживаний учеников, братья и сестры. Первая мысль. Простите, друзья, я сегодня, меня угостили каким-то в магазине коктейлем непонятного исполнения. Сказали, какие-то ягоды, мороженые, замороженные, перемороженные. И я уже покаялся, что я его вкусил, но ничего не сделаешь. Первая мысль. Друзья, кто инициатор путешествия? Кто сказал, переправимся на ту сторону? Христос. Инициатор путешествия – Христос. Теперь, по-человечески, по-нашему. Если Христос позвал, дальше что? Все должно быть хорошо. Но если я иду за Христом, если Христос меня позвал, все должно быть прекрасно. Все должно быть хорошо. Но, друзья, совершенно не так в жизни. Да, Христос позвал. Но поднялась великая буря. Хотя и Христос – инициатор путешествия. Вот, друзья, а вот этого ученики не ожидали. Как это так? Христос позвал, и вдруг великая буря. Друзья, вы вспомните, как выходили евреи из Египта? С какой радостью, с каким торжеством. Там еще написано, много иноплеменных людей пошло с ними. В одном из немецких переводов написано, с ними вышел всякий сброд. Вот так конкретно сказано. И вот эти люди пошли просто, евреи уходят нам терять, как пролетариату, нечего, ну, что бы нам не отправиться с евреями, Бог, и должно быть с ними хорошо. И вот вышла многомиллионная масса людей из Египта с таким, знаете, вдоволь, ну, воодушевлением, вот так скажем, воодушевлением. Они видели казни, вода превращалась в кровь, жабы, мошки, песье мухи и так дальше. Они видели чудеса, они видели руку Божию. И теперь последняя казнь – смерть первенцев. И они выходят, о, на них посыпался дождь золотой. Им золото давали, серебро давали, одежды давали, только уходите. И вот они вышли, ой, как хорошо с Богом, ой, как хорошо быть верующим, ой, как хорошо, как здорово. И что, друзья, ну, Бог сказал выходить, вышли. Короткое время прошло, слышат стук колесниц. Египтяне гонятся, стук колесниц. А они, еще спина не зажила от батага египетского. Они еще знают, как египтяне плеткой бьют. Они еще не забыли. И вот впереди Черное море, сзади грохот колесниц, кричат на Моисея, Моисеева пьет к Богу. А в пустыне жажда, воды нету. А потом манна надоела. А потом сыны инаковы, большие, огромные. И вот так, друзья, всю историю их путешествия. Всю историю. Друзья, часто в нас тоже в жизни так бывает. Мы что-то делаем по инициативе Господа. Мы куда-то едем по Божьему телу, на благовестие. И встречаем трудности. Встречаем трудности. Едешь, поешь, радуешься. Бах! Камень в лобовое стекло. Зима холодно, лобовое стекло разлетелось. Господи, а это еще чего? А это еще откуда и зачем? Я же еду на благовестие, Господи. Значит, ангелы должны идти впереди. Дорожку подметать от камня и сохранять. И сзади подталкивать. И вообще, бензин экономить, и все должно быть прекрасно. Господи, почему? Еще какое-то дело делаем. Встречаем какие-то непонятные явления. Что такое? В Молдавии братья едут на легковой машине, спускаются, они мне лично рассказывали, спускаются с горки, и вдруг видят, лежит посреди дороги велосипед и женщина валяется. Подняли женщину, живая, но без сознания. Положили в машину, велосипед поставили в багажник. Приезжают в центр села. Остановились к магазину, подъехали и говорят, люди добрые. Ну вот мы спускались на машине и увидели, вот узнаете, ну с вашего села или откуда. Вот подобрали женщину. Подходят мужики, один, другой, третий, пятый, десятый, говорят, мы вас сейчас тут побьем. Вы сбили ее, вы ее сбили. Они вымазали сидушки в кровь, они вымазали машину. И тот, который подбирал, инициатор, другие ему говорят, оно тебе надо было. Вот ехали бы спокойно и по шее бы не получили, простите. А теперь, и сейчас еще и получим за наши добрые дела. Вот и приехали. Друзья, поднялась великая буря. Интересно, бури бывают, вторая мысль, которую я хочу сказать, бури бывают в жизни каждого человека. В каждой лодке бывают бури. Бури постигают всех людей. И бурь не избежишь переменной места жительства. Бури и в Америке бывают, правда, друзья? Ты приходишь к доктору, и тебе говорят, онко. И все. И началась великая буря. Проблемы в семье, проблемы на учебе, проблемы на работе, проблемы материальные. Ты уволен, а надо чем-то оплачивать счета. У нас большая семья в Киеве, в одной из церквей. Девять детей. Нормальная семья, как казалось бы. И вдруг муж ушел по-английски, не прощаясь. Вот ушел на работу, и ушел, и пропал. Он вообще бросил семью и ушел. Но он не сказал, даже не попрощался. И жена осталась одна с девятью детками. И великая буря. И сколько, друзья, разных бывает ситуаций. Следующая мысль, которую хочу отметить. В одной лодке было преимущество очень огромное. Какое, друзья? Об этой лодке идет повествование. Какое преимущество этой лодки было перед другими? В этой лодке, совершенно верно, был Иисус Христос. В этой лодке Христос. Там написано, были и другие лодки. Но в этой лодочке был Христос. Друзья, если Христос с нами, Библия говорит, можно быть спокойным. А что Он сказал? А Он сказал следующее. Переправимся на ту сторону. Друзья, если Он сказал переправимся, Значит, что? Значит, переправимся. Мы жили на Дальнем Востоке. И вот такой сюжет вспоминаю. Приобрели машину, легковушечку. Взяли четверо деток. И поехали, решили с женой поехать в Низовье Амура И посетить все группки, все церкви в Низовьях Амура. Конечно, это было интересное путешествие. Я не знал еще. Когда я отправлялся, Меня так смотрели, местные улыбались. Загадочно. Я потом понял, почему они так загадочно улыбаются. Когда я назад вернулся, Мы думали, ты с рулем придешь. А ты еще и на целой машине вернулся. А там, знаете, вот так проезжает Белас, Высыпает куски скалы. Едет огромный японский бульдозер. Равняет эту скалу. Потом идет жена, мне показывает, Как мне рулем крутить туда-сюда, Чтобы я колею держал. И я поехал. Она идет впереди, мне показывает. И мы ехали 30 километров 10 часов. Вот так ехали. Была печечка с собой, Там баллончик газовый. И мы потихоньку деткам кашку варили. Зайцы бегали, нас обгоняли. Нам казалось, они улыбаются с нас. И вот мы так потихоньку ехали, ехали. Посетить друзей. И вот доехали до переправы. Николаевск на Амуре такой город. И переправа. Амур. Все. Амур. И нам сказали, здесь ходят такие паром, Баржа такая, которая перевозит машины, Самоходная. Перевозит машины. Но нам объяснили так, Они все днем стоят на арестплощадке, У них нет лицензии, документов, ничего нет. А на ночь они тихонечко уезжают с арестплощадки, И ждите ночи, кто-то к вам причалит, Вот к этому пирсику, кто-то приплывет. Точно, наступила темнота, Ближе к полуночи, Фонари, Причаливает этот катерок, Мы ложим бревна, Там у нас машина, не знаю, 6-7 насобиралась, Друг другу помогаем, заталкиваем, Заезжаем, заезжаем, Одна за одной, заехали. А вот эта платформа, по которой мы заезжали, Она в него толком и не опускается, И толком не поднимается. Вот в таком состоянии она, Полуопущенном, полуприподнятом. И мы отправились в Амур, в ночь. 5 километров ширина реки, друзья, Это серьезная речка. Волны. И мы с женой, дети спят мирно, Устали за день. И мы с женой смотрим, Вода, ну по колеса, вода. И он качается, эта баржа, Черпает эту водичку, Господи. И жена рядом, неудобно ей свои страхи высказывать, Надо быть мужественным. У меня сын, Григорий, Вот он приходит как-то к маме, А жена читает какую-то книгу и плачет. А он говорит, мама, маленький еще был, Не плачь, ты же мужик. Ну вот, ну как-то решил ее подбодрить. И, знаете, я же мужик, вроде бы плакать нельзя, Переживания ей рассказывать свои. Ну вот я сижу, говорю, я схожу к капитану. Ну я думал, схожу, там с ним поговорю, И ободрюсь. Ну, капитан. Лучше бы я к нему не ходил. Открываю эту его рубку, А и с ужасом наблюдаю такую картину. Руль у него, средство, чтобы не упасть. Он просто за него держится. И, ну, в дым пьяный, знаете. Я смотрю на него, думаю, течение. Мы в Китае где-то к утру будем. Течение, Амур, река. Или в Охотском море, простите. Он с Китая идет в Охотское море. Я думаю, куда же мы приплывем? Я ему говорю, а мы переплывем? Он спокойно говорит, переплывем. Я понял. Ясно. Деньги ему отдал, вернулся. Она говорит, ну что, лучше бы я не ходил. Все нормально, плывем. Вы знаете, друзья, он такой специалист, учитывая течение реки, учитывая расстояние, он на тот берег причалил четко в пристань. Ну, может, на спичечный коробок ошибся. Четко. Я ахнул, когда увидел. Я этого не ожидал и не верил, что это будет. Друзья, если Бог сказал, что переправимся, да, это же не капитан пьяный, это же Господь наш. Неужели мы не переправимся? Вот 106-й Псалом мне нравится, друзья. 106-й Псалом с 23-го стиха. Отправляющиеся на кораблях в море, производящие дела на больших водах, видят дела Господа и чудеса Его в пучине. Он речет, и восстает бурный ветер, и высоко поднимает волны Его, восходят до небес, нисходят до бездны. Душа их истоевает в бедствии. Они кружатся и шатаются, как пьяные, и вся мудрость их исчезает. Друзья, отправляющиеся на кораблях в море и производящие дела на больших водах. Когда я был маленький, в первом классе, после окончания первого срока тюремного, моего папу отправили на ссылку. И мама продала дом на Донбассе, все вещи раздала, и поехала за папой, чтобы его там не убили. Потому что КГБ делало так, убивали в ссылке и отправляли в цинковом гробу домой. И мама нас троих меньших взяла, нас пять было, троих меньших нас взяла, меня и две сестры. Мы взяли домбрачки, мандолиночки, гитарки и таким оркестром отправились на ссылку к отцу, на берег Охотского моря. Берег Охотского моря. Там, где уже все, карта кончается Советского Союза. Дальше Шантарские острова. И вот мы там с отцом были, три года на ссылке, нам было так романтично. В мае месяце мы на санках катались с крыши дома, съезжали, так было интересно, так было чудесно. Грибы, ягоды. Ну, конечно, маме было не так романтично, там недостаточность кислорода, плохо, тяжело было сердцем. И вот закончилась ссылка. Отца какое-то время не отпускали, потому что ишла Олимпиада, 1980 год. 1980 год. И ему сказали, сиди здесь, документы не дадим, пока не кончится Олимпиада, потому что ты спортсменам расскажешь, какая у нас свобода. Сиди здесь тихонько. И вот мы там сидели, корюшку кушали. Когда закончилась эта вся Олимпиада, вся эта история, дали документы, а тайга горит. Тайга горит. И самолеты-кукурузнички, которые из этого поселочка, Чумикан, летали в Николаевск-на-Амуре, не летают. Горит тайга. И папа идет на пирс и договаривается, чтобы мы в барже доплыли до Николаевска-на-Амуре. И 36 часов вот в таком режиме доходят до небес, нисходят до бездны. Катер баржу тянет, баржа пустая. Мы в трюм спустились, где уголек возят. Какие-то тряпочки мама постелила. Пьем кефирчик, кислое молочко, заедаем хлебушком и плывем. И вот, знаете, на волну попадает, баржа поднимается. Волна проходит, опускается. Вот в таком режиме 36 часов. Мы вышли, и мне кажется, берег качается, люди качаются, и все качается. Друзья, на больших водах страшно. На больших водах страшно. Он речет, Бог, и восстает бурный ветер. Восстает бурный ветер. И страшно. Друзья, пучина, это страшно. Она, все человеческое, ничто по сравнению с пучиной. Ничто. Корабли огромные. Ну, такой еще пример расскажу. Вот порт Ванино. Из порта Ванино отправляется корабль на Сахалин. Я когда пришел, я не понял сначала, что это такое. Заезжает железнодорожный состав в этот корабль. Товарные вагоны. Там рельсы в корабле. Товарные вагоны заезжают. А потом огромная крышка закрывается. Оказывается, это корабль. И он плывет. Но когда он в Холмск на рейд становится, не может принять. Буря может стоять неделю на рейде, сколько угодно. Знаете, друзья, пучина, она этот кораблик как щепочку трепает. Ты только молишься, Господи, помилуй, помилуй, Господь. Потому что ничто корабли, ничто с пучиной. Он речет и восстает бурный ветер. Христос сказал, дана мне всякая власть на небе и на земле. А дальше, 29 стих, Он превращает бурю в тишину. Он, друзья, так вот кто допускает бури и делает тишину. Друзья, зачем нам бури? Зачем нам бури? Кто заказывает бури? Да никто. Кто просит у Господа трудности? Да никто. Кто просит Господа и пошли мне горе, скорби, переживания? Да нет, зачем? Господи, дай мирно, тихо, спокойно прожить. Зачем нам бури, друзья? 24 стих. Видят дела Господа и чудеса Его в пучине. Вот зачем бури. Видят дела Господа и чудеса Его в пучине. Дела и чудеса. Приезжаю в больницу в Хабаровск забирать третью дочку. Обошел, кстати, больницу, когда жену привел, семь раз. Думаю, сын будет. Две дочки есть, хочу сына. Прихожу, говорят, дочка. Я говорю, вы перепутали. Они говорят, дочка. Я говорю, хорошо, посмотрите. Она говорит, я акушерка и роды принимала. Точно, дочка. Хорошо. Приезжаю забирать на поезде. Мне говорят, мы вам не отдадим. У ребенка не открытый пищевод. Она не принимает пищу, вот только спит. Мы ее называем здесь в роддоме спящая красавица. Спит и все. Ничего и ее надо. Я говорю, что дальше? Сейчас приезжает машина, мы ее везем в больницу, где детки до месяца. Я говорю, я забираю ребенка. Я не оставлю. И объясняю терапевту в роддоме. Я говорю, понимаете, я не фанатик. У меня мама медик, сестра медик. Я нормально отношусь к медицине. Но у меня папа священник. Он помолится и будет все хорошо. Объяснил и успокоил. Написал расписочку. Забираю свое сокровище. Приезжаю к отцу. А нам на поезде ночь ехать до Комсомольска на Амуре, а потом добираться еще. Я говорю, январь холодно. Я говорю, папа, молись, нам надо идти на поезд. Распаковали мы сверточек, маленькое такое. И папа ее елеем смазал от темени головы до подошвы ноги. Смазал, помолился и мы пошли на поезд. Сели в поезд, плачет наша крошка. Мы разводим смеси, бутылочку, даем. В роддоме же она ничего не кушала до молитвы, не воспринимала, не открытый пищевод. Ушла бутылочка, плачет вторую, вторая. заснул ребенок, спит, а мы смотрим. Вы знаете, мы верующие, друзья, мы верующие, но когда совершается очередное чудо, мы говорим, а кто это? А кто же наш Господь? Что и ветер, и море ему повинуется. Господи, кто же ты такой? И мы смотрим. И открылся пищевод, кушает. Слава Богу! Несколько месяцев проходит, не встает, врач приходит, ой, поражение, у нее, знаете, целая карточка исписана. Значит, поражение спинного мозга, она ходить не будет. Правда, она не ходит, она бегает. Она все в припрыжку. Регент сейчас, хор, регентует, поет, любит петь. Это мой соловей у тех очей моих. Ну, они все у тех очей, и жена самая большая у тех очей. Друзья, какой Бог великий! Зачем буря? Господи, зачем оно надо? Видят дела Господа, и чудеса его в пучине. 27 стих, да? Они кружатся и шатаются, как пьяны, и вся мудрость их исчезает. Братья и сестры, Бог нас вводит в бурю, чтобы выбить с нас все подпорки, чтобы вся наша мудрость исчезла. Исчезла. Вы знаете, как Иона молится? Иона, как молится. Вот, смотрите, его молитва. Значит, вторая глава, восьмой стих. «Когда изнемогла во мне душа моя, я вспомнил о Господе». Вообще, Иона, конечно, очень сильный человек. И, вы знаете, он хотел умереть героем. Вот так. Не поеду я в Неневию, и лучше я умру. Выбрасывайте меня. Выбросили. Все. Я умираю. Но в Неневии я, Господи, не буду. Ха, будешь. Бог нашел на него управу. И вот, Иона попал в кита, и он и там не кается. Он ждет смерти. Ага, нет. И Бог его в такие обстоятельства поместил, друзья. Его душа, а у нас у всех, знаете, у нас душа такая, я наше, оно мощное такое. Мощное. И Богу надо нас сломить. Когда изнемогла во мне душа моя, о как, какой твердый орешек, но не для Бога. Кит нашелся. Голова там, вы знаете все, в этой всей, в водорослях, в соке желудочном, все, 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 все хорошо. И изнемогла душа. Вспомнила о Господе. И взмолился к Господу, друзья. Взмолился к Господу. Друзья дорогие, наш Господь, Он очень велик. И Он никогда, никогда не опоздает к своим детям на помощь. Я служил в армии в Самаре, Куйбышев, Россия. Мне приходит известие, погиб брат. У меня один брат, убил от окон, погиб брат, четверо деток осталось в Днепропетровске. И мне надо на похорон. Я приезжаю в часть, завтра похорон. Я прихожу к командиру части, он говорит, мы тебя никуда не отпустим, ты без присяги, ты полусолдат. Нет, сиди. Проходит ночь, наступает день, сегодня похорон. Я в Самаре, похорон в Днепропетровске. Господи, я вопию, Господи. А я еще, знаете, хоть и с детства верующий видел чудеса, но это были родители чудеса. А мне надо было свою практику, свой опыт иметь духовный. Господи, вопию к Богу. И вижу, какая-то машина, какого-то начальника возле КПП стоит. Я бегусь, кто это? Мне говорят, зам по войскам, командующий Приволжским округом, большая личность. А он действительно большой был, и по погонам, и по комплекции. И я к нему, вижу, идет, я к нему. А я худенький, одни уши были. Первые месяцы только. Докладываю. Вот такая у меня нужда, такая у меня проблема. Помогите, я хочу к братику на похорон. Он меня так обнял. Иди сюда, сыночек. Я утонул в его объятиях. Пойдем, покажешь мне, где твой командир, где твоя часть. И так мы с ним в обнимку идем. И приходим в нашу часть. Там смирно команда, командир части выбирает, докладывает. А он так меня держит в объятиях. И говорит, а почему этот солдат еще здесь? Почему он здесь? На командира части. А ну идемте в ваш кабинет. И слышу, там им звезды золотит. И дает им там, объясняет программу, и все. Они выбегают. Начальник штаба побежал, тот побежал, тот побежал. Быстрее переодевайся. А там верующий брат дежурил возле ворот на всякий случай. Меня на машину. Мне все бумаги, парадку получаю. В аэропорт приезжаю. Заканчивается регистрация на рейс на Днепропетровск. Я в самолет и успеваю на похорон. Друзья, Бог никогда не опоздает. На то Он и Бог. Он великий Бог. Великая буря, великая тишина. Наша страна, Советский Союз. Великая буря. Какие гонения, какие сроки. Второй срок, третий срок. А потом великая тишина. А потом голландцы привозят сорокафутовый контейнер Библии. И в Кремле раздают сорокафутовый контейнер Библии. И все депутаты выстроились в очередь. Они сделали такой пакетик Библия, детская Библия и пести. О семье забыл, как называется. И все выбежали депутаты. И нам, и нам. Ну, знаете, раздали, кому-то не хватило. Один подходит, говорит, я командующий Тихоокеанским флотом, стою на рубежах Родины. Неужели вы мне Библию не дадите? Братья, дадим, дадим. Друзья, чудо, чудо, великая буря, великая тишина. Таков наш Бог. Друзья, Христос укор делает ученикам. Христос учеников укоряет. Что он им говорит? Как, почему, что вы так боязливы? Как у вас нет веры? Друзья, имея Иисуса Христа, нельзя себя так вести, паниковать нельзя. А как им надо было себя вести, друзья? Как им надо было себя вести? Как правильно себя вести, а? Спокойно сидеть нельзя, утонут. Буря, волны заливают. Ну, можно лечь рядом со Христом, вздремнуть. Тоже неправильно. Паниковать, Христос сказал, тоже неправильно. А что делать? А как правильно? Правильно молиться и черпать и грести. Одни на веслах, другие черпают, а третий молятся и меняются, а то одни устанут. И меняться, и меняться, и не паниковать. А Господь, пускай спит, Он сказал, что переправимся, и все. Молиться надо, друзья, и верить, и верить. Таков наш Бог. И вот эти, кто отправлялся на большие воды, кто отправлялся на большие воды, а потом они видели чудеса Божьи, и написано, заканчивается шестой псалом, Он превращает реки в пустыни, и бурю в тишину, волны умолкают, и веселятся, что они утихли, и Он приводит их к желаемой пристани. И наступает момент, когда Господь приведет к желаемой пристани. Да благословит нас Господь, друзья, иметь веру в нашего Господа Иисуса Христа. Он скоро придет. И может быть на смену великой тишине прийти великая буря. Мы сорт для мира, и мир нас в любой момент может обозвать террористами и отправить на свалку. Друзья, пусть это не будет для нас странно, но с нами наш Господь. Вот это самое огромное преимущество. Поблагодарим Господа, помолимся. Аминь. Редактор субтитров — Редактор субтитров —